И осторожность Джованни Букики очень хорошо можно понять. Он уже сталкивался с конституционной реформой в Молдове и молдавским политическим классом. Ровно 10 лет назад. Тогда, десятилетия назад, на волне борьбы с тогдашним президентом Петром Дучинским, парламент во главе с Дмитрием Дьяковым прибегнул к помощи Венецианской комиссии, чтобы внести изменения в Конституцию, которые бы узаконили переход к парламентской форме правления в стране. Именно в 2000-м, не без консультативной помощи господина Букикио, Молдова отказалась от прямых выборов главы государства и перешла на парламентскую процедуру его избрания. Это было тогда объявлено победой демократии. В победителях тогда гордо ходили в том числе представители и нынешней правящей коалиции, как минимум лидер демократической партии Дмитрий Дьяков и его тогдашний заместитель Владимир Филат. Все их аргументы были просты и понятны. В парламентской форме правления по сравнению с президентской, на которой настаивал Лучинский куда более демократично, выборы президента парламентом освободят многострадальный молдавский народ от лишней напасти в виде прямых президентских выборов, да еще и позволят сэкономить кучу бюджетных денег. Исходя в том числе и из этих аргументов, конституционную реформу 2000 года поддержала и набиравшая силу партия коммунистов во главе с Владимиром Ворониным. И с тех пор ПКРМ своего мнения о Конституции не меняла, считая ее хорошим, качественным, адекватным документом. В течение четырех лет, победив в 2001 году с конституционным большинством, коммунисты имели все возможности, не выходя из стен парламента, изменить основной закон по собственному усмотрению. Да хоть записать в качестве цели построение коммунизма. Там, не знаю, к 2080 году. Однако им этого и в голову не пришло. Они совершенно справедливо полагали, что Конституция, даже если и может меняться, то не в угоду какой-нибудь политической силе, либо в зависимости от сейминутной конъюнктуры. Сегодня возникла ситуация, связанная с неспособностью парламента избрать президента. Так что всю Конституцию под этот период переигрывать или как? При этом представители либеральной коалиции явно лукавят. В правящем альянсе нет ни малейшего единства по вопросу о том, какой действительно должна быть форма избрания президента. Характерно также, что никто в коалиции уже особо и не вспоминает о том, что Мариан Лупу является единственным и неповторимым кандидатом от альянса за европейскую интеграцию. А все потому, что никто его в качестве такового уже и не рассматривает. А он наивный, честно признаваясь в том, что общей позиции по этому вопросу у правых нет, все еще пытается, судя по всему, вклинить в Конституцию положение о том, что главу государства можно избрать простым большинством голосов депутатов парламента. В то время как набирающий электоральный ход ФИЛАД настаивает на прямых президентских выборах. Во всяком случае, именно об этом говорят все знающие люди, все эксперты и наблюдатели. ГИМПУ, ну вы сами слышали, мечтает о том, чтобы избежать досрочных выборов. Не говоря уже о Бурикяне, которому в результате этой досрочной кампании пост первого вице-спикера точно не светит. Так что процедура избрания главы государства здесь явно ни при чем. И вообще эта проблема не столько конституционная, сколько политическая. Для того, чтобы ее преодолеть, вовсе не нужно кромсать основной закон, а нужно всего лишь научиться договариваться друг с другом, либо выдвигать на президентский пост кандидатуры, которые бы устроили подавляющее большинство парламентариев, а значит и большинство общества. И совершенно очевидно, что крайне злобная реакция Михаила ГИМПУ на взвешенное заявление главы Венецианской комиссии, призвавшего не торопиться с радикальной конституционной реформой, опираться в ней на законодательные нормы и сконцентрироваться на выходе из кризиса, связанного с неизбранием президента, было вызвано вовсе не проблемой отсутствия в Молдове легитимного и полномочного главы государства, а досталось Букикио от ГИМПУ по полной программе. Я не очень-то понял, что Джованни Букикио имел в виду, но я очень хорошо знаю, что любое государство в праве в своем высшем органе, который называется парламент, принимает любой закон, будь он ординарный, будь он конституционный. Вот и наш временный вспомнил, что у республики Молдова есть суверенное право определять собственную политику. Почему-то Трояна Бесеску, когда тот заявлял о том, что никогда не подпишет договор о границе с Молдовой, он не возражал и о суверенном праве государства на зафиксированную в международно признанных документах, границу не вспоминал. А тут вдруг распоясался. И на ком? На милейшем и объективном Джованни Букикио. И все очевидно потому, что тот не стал огульно санкционировать, пусть и на уровне рекомендаций, полномасштабную конституционную реформу. А ведь уже поправки к 69 статьям Конституции, Угимпу и его комиссии готовы. Господи, как же мы жили целых 10 лет при Конституции, в которой целых 69 статей нуждаются в корректировке, то есть не годятся для жизни. Все, пожалуй, очень просто. Для правящих в Молдове ультраправых партий было важным запустить желательно при одобрении венецианской комиссии процесс конституционной реформы с тем, чтобы уничтожить в тексте основного закона принципиальные позиции и понятия, с которыми они лично категорически не согласны. Так, ни одно из предложений Конституционной комиссии по изменению 13 статьи Конституции не предполагает сохранение термина «молдавский язык». Хотя предложений целых два. Первое – это сделать государственным языком Республики Молдова-Румынский. И второе – всякий раз узаконивать название языка органическим законом. То есть превратить этот важнейший государственный вопрос в заложника той или иной политической конъюнктуры. Второе принципиальное изменение, предлагаемое Конституционной комиссией, касается административно-территориального устройства страны. Отменить районы, ввести регионы. А там, глядишь, и до жудецов по румынскому образцу опять недалеко. И не ради этого ли все затевается. Чтобы окончательно все понять, добавим прозвучавшее уже предложение о лишении в тексте Конституции русского языка статуса языка межнационального общения. Все ясно. Картина маслом. Суть Конституционной реформы, по замыслу ее инициаторов, куда глубже, а планы достаточно, надо отметить, предательские, куда обширнее, чем просто выход из сложившейся в Молдове непростой политической ситуации. Тем более, что выход очевиден, и он не имеет ничего общего с перекройкой основного закона. Самый основной политический метод – выборы. Поэтому мы говорим, уже от выборов никуда мы не денемся, они уже факт, факт свершившийся. И нравится ГИМПу или не нравится, хочет ГИМПу или не хочет, досрочные выборы в Молдавии будут обязательно. И выборы эти, я не гадалка, когда не знаю, и выборы эти обязательно расставят все точки над «и». В этом у нас ни в партии, ни во фракции сомнений нет. Итак, досрочные выборы. И единственно возможный, и единственно законный выход из сложившейся ситуации. При всем своем нежелании правящей коалиции приходится иметь это в виду. После того, как коммунисты объявили о предвыборной мобилизации, четырем лидерам либерального альянса пришлось тоже как-то о себе заявить. По районам или там регионам они ездить не любят, там грязно и народ. Так что остается одно – телевидение, на каковое они и явились на этой неделе все вчетвером. Это важная деталь. Про четырех. Компанию друг друга они переносят с большим трудом, но неизбежность выборов осенью, предположительно, заставляет их вести себя по принципу «изображаем единство». По большому счету им больше нечего предъявить избирателям, кроме этого самого пресловутого мунимого единства. Что творится в экономике? Как и известно в социальной сфере, еще хуже, но есть часть населения, угрюмо определившегося в своих политических пристрастиях, которых сам факт существования антикоммунистической коалиции сильно греет, куда сильнее, чем коммунальное тепло по бешеным тарифам и резко подорожавший газ. На них, на данный специфический электорат, и была рассчитана эта демонстрация единства. Ну, получилось так себе. Каждый, ожидаемо тянул одеяло на себя. У Филата это получалось лучше, чем у Лупу, который, похоже, всерьез уверен, что одна белая овца все стадо красит. Получилось не очень еще и потому, что вопрос, ради чего их приходится терпеть народу, и как долго еще придется терпеть, и когда же, наконец, жить станет лучше и веселей, не мог не возникнуть. И пошел разнобой, выдающий, как минимум, отсутствие общих перспективных планов. Редактор субтитров А.Семкин